Всем привет! Новая партия с тестов Констрактеда с Николаем Грибановским. В этот раз я принес колоду Болото Степных Духов под Белигосом, деклист в описании, а против меня вышла колода на Алом Драконе. Поехали! Ай-яй-яй, какой же мне капец. Какой же мне капец. Ну, два лиха, статуя скорби, ой, Хисаде в первом ряду, это жестко. Те-е-е. Угу. И я выбираю три желания. Значит, благословение получает Блинахти или Свора. Кого ты будешь убивать? Давай благословим Ахти. Проклятие дадим... Мэрин. И пораним на три. Пораним на три, кого мы хотим поранить на три. Ну, например, пораним на три Упи. Угу. И Упи хочет прыгнуть вот сюда. Ну, допустим, хочет прыгнуть. Лиха же может запрещать прыгать? Конечно, да. Ну, то есть я... Ты можешь мне запретить перемещаться. Да, в целом, наверное... Да пускай прыгает. Прыгает, ну... Блин, убить Джилу мы вообще никак не можем. Как я понимаю. И с трупа едет, ничего никого не могу. Ну, сейчас, наверное, тебе нет смысла никого трупа едить. Ну, сейчас какой-нибудь бестел подвигается, и... И смысл появится. Ну, да. Когда рана нанесется. Наверное, да. Если они все-таки такие будут. Жестко. Давай, Бельгос даст бонус к ходу Ахти. Ахти хочет пойти сюда. Ахти хочет пойти сюда. Да. Идет. Сюда. Да. Сюда. Да. Телепортировался. Сюда. Подошел. И у него... Плюс-плюс-плюс-плюс два к урона сейчас. Угу. Если подвигается с вора, то ты ее, очевидно... Не заставишь не двигаться. Да нет. Пусть ходит. У нее стойкость. У нее стойкость. Обалдеть. Бестел со стойкостью. Я говорю, она очень сильная. Это не стойкость сейчас заклинаний. Это же... Это же имба. Иду вперед. Да, да. Иду вперед, иду сюда. Получил плюс один. Ударом. Джин, хочешь пойти сюда? Ну, Джин, наверное, я на него там заявил. Ну, что ж, там Джин останется на месте. Угу. Весь тело идет сюда. Угу. Ну, идет. Идет. Отлично. Идет сюда. Идет. Идет сюда. Получил плюс один к удару. Ладно, это подходит сюда. Я думаю, ему ты разрешишь это сделать. Вот призрак Зенда хочет подойти сюда. Да нет, я на предыдущего вот это сказал. А вот на этого не можешь подкрыть. Ну, он останется там, где стоял. Пускай. Это выгодно. Наверное. Разгоняются, летают. Там творчество будет. Тогда призрак Зенда сюда. А этот сюда. Угу. Так, а вдруг у тебя там еще и... А вдруг сюда-сюда подойдем. Проверим тебя на удачу. Бьем сюда. Это, получается, Рапфара бьет полиха на 3. Я в тебя стреляю. Ты стреляешь. У меня минус один от выстрелов и метаний. На ноль. Угу. Выстрелил. Теперь Ахти хочет ударить Хисаде. Сражаемся. Сражаемся. И у меня богословение есть. Это 7. 7? Да. У тебя 6. Блин, это было близко. Я почти получил ответ. Ты получил на 3, да. Теперь свора. Пожиратели хочет ударить Хисаде. Нет, кубик куда там. Ты... Это 2. 2 там было, да. Что такое? 6-5. Ну, либо то, либо то, все равно ответка. Или ты переброшь? Да я переброшу. Кидай. Такой кубик надо перебросить. 4-2. Промахи. Да. Неплохо. Вот с одной стороны, знаешь, Вереселин очень классная карта, очень сильная. За свою стоимость вообще просто круче, чем реманды. Но проблема в том, вот с Белигосом, что они взлетают и перестают получать бонус от передвижения. А он там может получить полет или обязан? К сожалению, обязан. Он тут летающий с направкой, блокирует атаки все еще сильно. Ну да, с Белигосом не будет комбиться, но ничего страшного. В том момент, пока он взлетит, ты меня уже уничтожишь. Возможно. Есть его. Призрак Зенды дерется с Хисаде. Один. Пять. Ну, это в ответ. Ну, там у него это. Не, кстати, ты пробил, если средним. Не, пошли. А, в среднем ты не пойдешь. Это разбойно. Не, не пойду, мне больно будет. Да, да, так, да. Так. Вереселин ударит по статуе скорби. Да, на правочках. На три. На три. Получил плюс три к движению. Угу. Троллок метнет в растерегущего добычу. А, я же должен выстрелить еще за удар по статуе. Да, вы выстрели. А я пока тебе двоечку положу. От троллок. Ой, это на два. Нет, то есть на один. Потому что сильная атака. Да, да. И там прикольно, что все, даже магические атаки сводятся. Да, да. Очень сильная карта. Ну и взрывная мэрия останется открытой. Ждем из-за ухода. Конец. Не так много урона получилось нанести. Ой, ой. Две русавки и дракон. Ой, блин. А дракон-то с другой стороны стоит. Не там, где. А что ему, у него шабилка-то, не злаясь действия, че им. А, ну да, точно. Не без разницы. И ты двоих перемещаешь. Да. Ну, а вообще первоходная дека, тоже я думал, что я поставлю пламя. Кто-нибудь с него уйдет. Первоходная дека с двумя, и двумя русавки. И вот эти. Ну да. Вот это вместо этого. Ты же можешь поджечь, например, здесь, и он уходит из третьего ряда кого-нибудь сюда перетаскивать. Обратно на огонек. А места не хватит, если в 7-м во второй ряд бежать, чтобы тут была дырка. То есть в третьем двумя ряда будет стоять, и можно будет статуи двигать. Да, красиво. Второй уход у меня, типа, был вот этот план Б, значит, какой-то он странный. То есть я уже чувствую неказистость, как меня заперли, и как мне плохо. Но ты открываешь, что я еще и встать тут тоже не могу подойти, чтобы как-то сфокусировать урон. Так, ну ладно, концентрация вторая, нужно все-таки что-то делать. Две карты подвинули. Да. Может быть, получится что-нибудь придумать. Что-то, что он там двигает. Что противником. Да, бестелесных тоже двигает. Да. Это неплохо. Это этого ко мне поближе. Хотя, надо ли его бить при черте. Ну, чтобы не стоять без дела, то... Ну, с одной стороны без дела, а с другой стороны накинуться на меня. Ну, ладно. Этого ко мне, этого, допустим, туда. Да, там некуда. Это ряд. А, это 5-то ряд. Да. Слепой. Ну, вот этого туда. Ага. И передоорган постараться с Умпи, правильно? Да. У меня только одно существо умеет пить. По Умпи. 4. 3. Папа. И выдача благословения. Единственной моей цели, скажем так. Который хочет маку удары бить. Очень интересно. Прям я не ожидал такой колоды. Ну, опять чуть-чуть такой вот матчап и ход. Но в целом попробовать хочется чем-то таким поиграть. Странненьким, интересным. Оба захватывала дух. Но пока не получается. Селиксом Гаптером, да? Ну, да, да. Книлер Вирмам с разменами поиграть вот этим. Ну, книлер Вирмам бы тут вообще зашел. Магический удар. Убил весь первый ряд. Но это... Это в другой раз. В этот раз Алл Дракон бьет парабуфар. Ты тоже чувствовал эту единицу. Да. Ну, Мэри может поранить, если хочет. О! Да, Мэри очень хочет поранить дракона. Это, конечно, хочет куда деваться. Магический удар. Своропожирателей. На 4. Да, на 4. Я вижу еще одну проблему для своей колоды. В твоем отряде. Очень мало существ, которых можно струпоедить. Да, они даже не существа, потому что. К приколу. Так, ну, пророчество. Так, только вспомнить. Дракон. Две допки. Ну, допустим. Дракон. Выстрел. В бомбе. На двоечку. Метание в бомбе. В бомбе. Так, ну. Бел бомбе. У тебя, знаешь, кстати, статуи уже с двумя фишками, между прочим. Да, да. Я забыл об этом. Я тоже забыл. Но. Вот в таком виде статуя. Вот в таком виде статуя неплохо. Сразу две фишечки получила. Партинка началась, она уже почти очеловечилась. Почти, но пока. Пока не очеловечилась. И вопрос в том, будет ли она вообще этого желать. Ну да, тогда ее можно будет съесть. Да, она ее набросится просто и все. Ладно. Скоро пара живет, тогда. Не повезло. Не повезло. Будет жить. А как бы он номер? А, ты бы его поджег, да? Да. Понял. Тут один бросил, но я был поджег, конечно. Тур-поезд, охватили центру поездства. А даже если хватит, у тебя не так много карт, которые хотят сделать, стал существом. В принципе, ешь, ешь. И в целом, ход ходи. Типа, в конце моего хода, правильно? Я поджигаю метку пламени. Наверное, вот этот вереселин. А, у него теперь-то он загорелся. Давай начнем с простого Джинзара хочет вперед идти. Ага. Ну, стоит там, где стоял. Пока что. Пока что там остается. В вереселин вот этот. Раз. Два. Три. Четыре. Получил плюс один к удару. Призрак Зенда. Уходит пока сюда. Суворопожирателей. Раз. Два. Три. Этот получил труппоезд, потерял бестелесность. Сувора бьет. Кисар. На. Три. У него остается. Три жизни. Береселинь бьет на два, три, четыре. Кидает четыре. Ну, ладно. С труппоедел. Получил плюс... Плюс четырех. Взлетит, в общем. А... Суворопожирателей. При труппоезе ваше все получает доб жизнь. Ура. А что, он не летит? Не летит? Он взлетит в конце хода. В конце хода получает полет? Да, не сразу. А, понял. Угу. Но зато он может подойти и накопить маркер ловкости. Отметим его вот этой штучкой. Угу. Вдруг пригодится. Понимаете, каждая карта на клетке с маркерностью на окне в конце моего хода? В конце твоего хода. Значит, уходим отсюда. А, вот же маркер. У него еще остались мувы? Он вот тут стоял. А, окей. У него два мува. Если бы я изначально дал ему мув, я бы мог портнуться сюда, подойти и ударить по статусу из короби хорошенько. Ладно. Ударим как-нибудь в другой раз. Ударим вот по этой русалке. Угу. На три. Бонус уберем, да. Рапфара. Раз, два, три. Получил бонус. Угу. Давай, Белегоз добавит вот этому чувачку сюда. Он еще пройдет. Ударит статую скорби. На три. На два. Да, вот же не переходил на свою половину поля. Рапфара ударит лихо-одноглазая. На три. Я стреляю по рабу фара. Да, на ноль. Ноль один на один. А может на один? О, на один, да. Четыре. Тролок. Пробует убить лихо-одноглазая. Убил. Я стреляю в тролок. Угу. На один. На один. Мэри стоит открытая. Джин Зара стоит тупит. Конец хода. Окей. Так, у этого срабатывала концентрация. Угу. Так, а об подвинуть. Это улетел. Правильно? Да, обзалетел. Береселин. Это... Вот конкретно в этой партии, это ему на пользу, потому что он тогда не сожжется от стены огня. Да. Но вообще, вот, как будто не очень это хорошо. Ну пусть, Мэри. Ой-ой. Стала сюда. И поранилась, да? Она поранится в конце моего хода. Пока что нет. А. Она просто стоит на этой... На гоньке. Ну, допустим. Метание. Вереселин. Метание. На один. Там в любом случае на один, потому что он сводит средне-сильный. А он не бестелесный. А у него, кстати, благословление. До конца хода противника, ты прав. Ага, ты прав. Второе метание. В моем случае он бестелесный. Третье метание. О. На два. Четыре. Я их не убил. Ладно. Не убил, так не убил. Ну там, там тебе надо было сильно прям кинуть, чтобы убить. Ну вот здесь два средних, да. Там многовато, конечно. Ну здесь благословение. Три средних, да, да. Суммарно. С лихом, конечно, хватило бы, но на такое рассчитывать это. Переборчик. Так что спасибо за на том, что имеем. Угу. Убил? Убил. Простите. Ошибку сделал сейчас, кстати, я. Что, надо было статуей добивать или креликов? Ну, благословлять статую надо было. А, ну да. Да, чтобы он сейчас на 3-4-5 ударил. Да. Но он и так ударит, но просто, чтобы он посильнее ударил. А так получится, что... А, не то, чтобы сверхсильно. Вот если с Вори получать добки, то вроде неплохо. Может с гулями каким-нибудь закомбить. Тут же не важно, что бестелесное обязательно должно. Ну да, она как будто во вторую белку может не смотреть. Ну, только вот всякие сильные без тела взятия, все остальное просто так на трупоедстве. Играйте. Ну, что еще даже траглодит иметь ими играть дурацкими. Может быть даже с Фенриром поиграть. Может быть даже с Фенриром поиграть. Там тогда бесплатный пират может влезть даже. Да вообще капец. Идеальная семерка. Тоже правильно тут делать-то, господи. И не поймешь, что так с первого раза-то. Безответный урон, с одной стороны, я могу наносить, но он снижается. Либо бить в Мэри. Да, она причем, кстати, проклята. Если вы бурюсеры... Она не проклята. Это проклятие. А, это Джина проклятие. Да, 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 это проклятие. А то я путаю вот с этой клеткой. А, который накопил был на Джиллу. А, это маркер, давай все поменяю. Да, на Джиллу накопил маркер. Ну, вот лапка, пусть будет маркер. Ну, там. Ладно, давай драться. Давай. Никуда не деваться. 4. 1. На 4 прилетел. На 4 попал, да. Магический удар, в нее же. На 3. На 3 у тебя на 3, да. На 3, да, у меня благословление, да. 1 хит на не остался. Ну, она сгорит. В огоньке теперь. Ну, кстати, да, она сгорела бы даже. Ты бы, на самом деле, мог бы даже к лерекам попробовать вот так вот сходить. А Джиллой. Ну, к лерекам 1 бьет. Не хватало 4, 5. А, на 2 ты не ударил. Если бы я благословил бы его, и сейчас бы насильный ударил с разменом, то да. А вот так, к сожалению, ошибки случаются. Но ошибка хочется, будем запоминать. Будем играть лучше в следующий раз. Или не будем играть к лерекам. Или не будем играть к лерекам. Не, ну, к лерекам, на самом деле, прикольный. Ксанер, ладно, ходи. Так, это сгорело. Не больше не закрываться, ничего. Перед тем, как она сгорела, она... Нанесла рану. Ну, сначала в конце хода ты ставишь куда-то новую стенку. Да. Я в конце хода... Ой, слушай, как красиво-то вообще. Смотри, что будет. Давай, ставь куда-нибудь стенку. Так, сюда? Да, в конце хода я на единичку поранил. Серегущего добычи, например. Начался мой ход. Она успевает еще перед смертью единичку всадить. Например, вот в эту русалочку. Умерла. Маркер остался. И ранится. Нет, он ранит в конце хода противника. Ранить каждую карту на крыльях. А, ну, сейчас. В конце вашего хода положите вначале хода противника. Да, слушай, да, красиво. Красиво. Мэри, Мэри отработала свойство. Я еще думал, блин, брать или не брать. Да. Ты Белегоз или Тун? И Ахти. Маркер ловкости же не пропадает. Я могу с ним бегать. До тех пор, пока не удалось. Тогда нормально. Тогда все хорошо. Я могу выдать плюс один к ходу сюда. Угу. Хочу подойти сюда. Ходи. И сюда. Ходи. Теперь хочу с ворой пожирателей пойти сюда. Куда угодно ходи. У него стойкость она может быть. О, блин, точно. Сюда. Вот это класс. Стойкость. Бестелесный со стойкостью это просто потрясающе. Это надо руку пожать тому, кто выдал бестелесному стойкость. Пускай это ультра, но это перебор. У них у всех бонус к урону. Плюс один, плюс один. Бью лихо. На пять. Угу. Как злобно. И вереселинь бьет лихо одноглазо. На два. Потому что он тоже пересек черту. Один хит остался. Троллоком убил. А ты, кстати, постреляй, пожалуйста. Да, да, да. Сначала в эту, потом в эту. Забыл опять. Сюда помпал. Сюда на ноль. А, нет. Какой? На один. На один. Там все равно один, да. А в троллок уже не стреляешь, потому что максимум два раза хода. Да, и при смерти я еще могу поранить кого-то. Угу. Или заявить обилку. Или заявить обилку. Заявил обилку в вот этого призрака Зенды и отправился отдыхать на Карибы. Теперь у тебя нет артефактов в отряде и я могу джилл убить. Это прекрасно. Джин Зара врывается. Ворвался. На три. На три. А, я не сказал, что я буду, двигаться или не двигаться. Ну да. Получить три или два? Наверное, я буду стоять на месте. Хорошо. Получить два выгоднее, чем получить три. Призрак Зенду ударит по вот чувачку. По статуе скорби, точнее, это чувиха. Угу. Десять. Есть шанс убить вереселенем? Вереселенем. Ну, придай. Ну, это, конечно, лютый рандом. Наверное, не буду этого делать. Я вереселенем ударю по русалке на два. Ну, почти закинул бы, кстати. почти. Но ни одна из них, главное, теперь не подвигает. Это хорошо. Давай вот так встанем и попробую убить русалку. Потом с Джилой разберемся. Нет, не получилось. Ход. Хорошо. Так, благословление выдаю. У Джилы уже сюда. Да. Все потеряли бонус. Так, надо думать. Стоило два, значит, у него плюс два бега. Да. Марк с ловкостью можно убрать. У Джилы уже артефакта нет. Давай вот сюда. удар Джина. У тебя три. Блин. Как ты больно сейчас можешь ударить. Черт. Черт, повери. У него два. У него два. Но это все. Это очень плохо. Да нет, ты его и Джилы можешь убить так. Ты твой лёшь. Так, не могу. Не хочу. Жилый лень бежать туда. Вот так, Джин. Вот это он сыграл. Джин. Молодец. Кажется. Кажется, я переоценил его конструальную ценность. Сюда. 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 Пройду. Уже еще не ходил? Не ходил. Так. Раз, два, три. Убил. Убил, вереселье. Ладно. Куда-сюда. Задекнайте на для этого действия. Что это такое? Просто маркет воздействие, да. Так, ну, ударил. На два. Так, клирик закроется на хилл. Здесь девять, здесь два. Так, и в целом это ход. Такого я убью стеной огня. Но в конце моего хода. Нет, я положил маркер в начале твоего хода он поранится. Да, да, логично. Я сразу убил. Логично. Его убил. Вот это джин сыграл. ты знаешь, а дракончик ты ничего? Дракончик ты молодец. Да, причем он молодец, потому что я его и не трогал. Я думал, убью потом. А он заперт там артефактами сидит весь под лихами непонятный такой странный неказистый дракончик. А теперь очень интересно, что с этим все? Ну, что делать? Добивать меня? Надо убить тебе русалок. По максимуму побольше существ. Да, иначе троллок, пожалуй, отойдет куда-нибудь. Сюда? Вот этот троллок, убега, когда не беги, троллок. Я тебе, кстати, бонус-то вернул нахти. Ты все с него скинул, он 11 телепортировался в начале матча. Да, спасибо. Был такое. Я не помню, два раза было, я помню, в начале один раз телепортировался, потом, может быть, если вспомнишь, может, ему добавить, я не помню. Давай, раз, два, два, три, плюс два, и еще у него осталось два хода, правильно? Раз, два, да, он трепортировался же сразу, то он два потратил, два осталось. Два потратил, два осталось. Перевелись вереселин с кодом три, раз, два, три, можно сказать, да, если дать ему четвертый, то два осталось. Мне, пожалуй, надо раз, два, бью по русалке. Мне кажется, она погибает, так, так, или, а, ну да, это же важно. Ну, что там, на три полетел? На один полетел, не на три. И не взлетел вереселин, пока что. А, ты же им бонус не выдал. Да, я не выдал им бонус, но я могу сейчас выдать бонус и закрытый тоже. И он полетит, да, если заход. Да. А что, что не пробовать, если можно попробовать? а он может ее убить, на самом деле. Но в звере цели не взлетит? Да, и пусть не взлетает, ничего страшного. Давай я выдам плюс один к ходу акте, и он раз, два, три, встал, получил еще один бонус. и убил статую скорби. Давай так. Теперь свора-пожирателей раз, два, три, обошел аккуратненько, чтобы не потерял бессерестность, бил русалку. А, она обязана убрать бессерестность? Может потерять бессерестность. то есть, может, один через своих. ой, это прекрасно. Да. На три? Делать, да. Троллок убил. Да. А то было бы странно, если бы она еще против своих бы работала. Зачем она своим друзьям разим портит? Был бы вопрос к ней. Вопросы к ней были бы серьезные, скажем так. Так, ладно. Конец хода. В конце хода клеточки свободные, никто не поранился. А, нет. Вообще ничего не происходит. Это в начале хода противника происходит. Да. Теперь надо думать, что мы можем и не можем. Наверное, из-за того, что мы точно можем это нанести урон по своре. Осталось понять, как это наиболее выгодно сделать. Так, дракон бьет на 2-3-3, правильно, по своре? Это бьет на 2-3-4. Угу. По своре. Но это то и другое, как будто ерунда. Потому что вахте защитят магии. Это дракон с одним умом. Был бы 2, был бы интереснее, конечно. Да, было бы шикарно. Но, подойти под клириками все равно хочется. Пускай. А ну, даже с вами выдать благословение и потом хилить. Да, потом хилить его потенциально будет нормально. Эээ, ручкой. По своре удар. Угу. На 3-3. Получается. на 8. Будет ли он стрелять? Да, будет он стрелять? Чего ему стесняться? Стрелять он будет по акте. Угу. На 2. Саша, молодец. Хотя, с другой стороны с благословлением каждый может. Да. Саша, каждый может. Каждый молодец. Так, и целом выглядит так, как будто бы мне сейчас упакуют много чего. Вопрос, бить ли джилы пахти, ты бы стал бить джилы пахти? Ролять средний. Нет, не стал бы. А она ходила уже? Нет, ничего не ходила, у нее 2 мова. Может, добежать. Может, этого ударить. Теории. метод Даниил, мой брат, говорит, что это теория было бы, наверное, неплохо. А с другой стороны ее сразу упакуют. Ну да, там махти подлетит. Да. Или не подлетит. Как там у нас? А он не может, не может телепортироваться больше не может? Подбежать сможет все равно. Но не хватит урона, чтобы ее упаковать. Подошел, ударил магическим ударом. Нечего тут это сопли размазать на кулак, будем сражаться, как настоящие в ангаре. На 3. На 3. На 4. Клирик. Клирик будет стоять. Хилить не будет. Или но Хильтон только такого. Сам будет отбиваться. Или не может быть сейчас, ты же можешь оббежать меня. Я все равно ничего не сделаю. Угу. Я могу туда выступать защитником. Могу ударить. Ударю в вереселение. На 1. Пока. Все. Добивай меня. Я ставлю маркер пламени. и кто-то из них вот. Это мой маркер? Да. Так, подумать, кого бы выгоднее всего поджарить, как курочку на сковородке. Вереселень, который сейчас улетит, чтобы заставить его убивать стерегущего добычу. Да? Поджарил вереселень. Угу. Ты знаешь, мне в общем-то выгодно убивать, ну точнее, мне и нужно убивать стерегущую добычу, потому что взлетит вереселень, и ты его не сможешь никак атаковать. Да? Я просто вначале подумал на тролл убивать, а потом такой, а вдруг джилла сильный кинет. А вдруг бывают же праздники? Бывают. Вот. Этого 33-34-4, да? Угу. 4, дожди. Разрешишь переходить? Да, муж. Ой, я у тебя украл карту. Тогда у меня шансов больше. Наверное, знаешь, лучше даже если он улетит, у меня будет нечем убивать. Наверное, надо его жрать. Яхти потом уйдет от меня. Логично. Подошел сюда. Я что-то все думаю, что заходишь на стенку и жаришься сразу. А я за это было бы сильно. Это было бы вообще очень-очень круто. Дракон был бы тогда моща. Но есть же Аранта такая билка. Можно размешать, кстати, Аранта с драконом. Проклинать карточку строить от 2 хп и добивать дракону. Тогда там будет ямка. Прям лютая. Кстати, слушай, это неплохая идея. Получил бонус, правильно? Да, получил бонус 3. Теперь свора 1, 2, 3. Этот потерял бестелесность. Получил труповедство. Ага. Ахти, подошел сюда. Сюда вернул. Да, я добавил ее в скорости, она сюда подошла, тоже получила бонус. с ворой бьем по лирику на 4. Да, на 4. У этого 4, 4, 5. Двери селень. Что, взлетать будем? На е-мое, на 6. Ну да. Почему? Почему на 6? Ну, в смысле, выкинул 6, выкинул 6. Дарил на 3, Ахти добился, трупа едил. Дал добку на 3. Ну, она, конечно, поджарится. Да, у нее стойкость. А, о, и метну в терпуфе. На 3. На 3. Конец хода. Бересельем залетел, там у него должно было быть плюс 6. Ага. 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 14 хитов у своего пожирателя, то есть 6 осталось. Можно убить. 6 осталось. Так она стоит на клетке, правильно? Ага. И ты ставишь еще одну клеточку. Но в конце своего хода. Пока что еще нет. ладно. Магический удар. Бросок глазами смотришь на 2, да? Слабенький. 10. Да, это... Это капец. Выстрел. С богословением происходит. И попал. Рак кубов случился в конце партии. Ну да. Ну бывает. И ты не успел благословить дракона, правильно? Да. Не успел. А я теперь ее не убью. Он ведь останется. Ну или под благословением не два слова. Кто-нибудь бы дал средний. Да. Да. Хотя бы один средний. А так придется похоже стоять. Да, придется стоять. Ходи. Ставлю клетку допустим на него. Этот поджарился 12. Да не, не, не поджарился. Стойкость. Стойкость. Вроде столько спасает от рвов там от этой темы всей. Если не помню, я поменю. Парасает. Поменяли, да, правило. Но есть там очень-то не поменяли. Вроде спасает. Как же классно, блин. Я вот я уже наверное пятый раз за партию говорю о том, что сухо поражать поражаюсь, что у сухо пожирателя есть стойка. Это просто потрясающе. Теперь входим в угол метаем в стерегущую добычу. На два. Вереселень убил стерегущую добычу. Да, убил. Добавил ход сухо пожирателей. Ага. Она сделала раз, два, три, четыре. Получил бонус к удару. Да. Бьет по джилле на четыре, не, на пять. На пять. Ух, взлобно-то как. Яхте. У него бонус должен быть два. Да, пока что два. Раз, два, три, четыре. Бонус три. Бьет джиллу на три, четыре, четыре. На три. Восемь на ней. Почему на четыре? Почему четыре? Жестри же. Ты бы если бы сейчас джиллу убил, я бы, кстати, бы балдел. Хор это был бы рак кубов с одной стороны, и кубы с другой. О, да, это был бы жесть. Крест было бы красиво, да. Так, конец хода. Да, лишний урон он получал, конечно, это может риквить. Так, было бы интересно поиграть это. Что можно сделать? Ну, слушай, вот два раза сыграла обилка с труповец нам, и это достаточно. Это дает цепь воды дает, соглашусь. Надо убежать джиллы, наверное, сюда. Драконом убежать надо сюда. Дрилл убил, ну, вот реально лишний урон хватало прям много. Не убил, у него 14, а на две дока удар на три. 13, а не убил, 14 же, да. Две допки, я же благословлен. убил, вот все, убрались, все, на кладбище, точнее в изгнании, все еще отправляются. Справедливость восторжествовала, умерла, это ссоры, которая доставляла вносить проблемы, так, но это же ходил, он ходить не может, соответственно, я перемещаю сюда, и тролк сгорел. Мне, кстати, кажется, это партия интересней, что прошлое, это же просто неправильно были отряды, там на яду не работало, а вот это партия интересная, она прям такая, на краешке, и тут карточки новые есть, и рисели любил, готов, да, ну там были два баламута, тоже новые карточки, и хаосит, но не получилось заставить меня извиниться перед хаоситом, да, и там просто отрывы неправильно сделали, я просто забыл, что не работает с цесноядой, обидно, да, обидно, согласен, вот это вот интересно, выдал бонус, раз, два, три, погнали драться, на 3, 4, 5, 3, 4, 4, бью тебя, ой, нет, на 4, 4, 5, 4, 5, блин, я запутался, ты дал в ответ, два, ну бывает, ход, будешь меня жечь потихоньку, или будешь закрываться и ускорять процесс, да нет, закрываться я не буду, наверное, я погибну очень быстро, или буду, надо посчитать, 11, знаешь, мне кажется, еще в чем моя шлипка, мне нужно было вперед бежать, чтобы уйти с бонуса урона Белегоз, точно, это 100%, со временем уйти, конечно, может нет, может я с него бы и не ушел, не успел бы, потому что чему в 4, все-таки ты бы долго еще, вот так вот меня, это, ну да, туда и развернулся, даже мог в 5 за счет Белегоза, не, я бы все равно получал, любой, если оно получал, да, так что, наверное, не влияет, но все равно надо было в этом задуматься, я об этом не подумал, что я, недостаточно еще умный, удар, надо бить, надо бить, вот, что, куда средний, надо, средний, 5, 5, и туда же, стенка, стенку вот, 7, ой, ты что там, там 2 стенки сделаешь, так, какой кошмар, 7, нужно было здесь там стоять, чтобы если бы ты ко мне подходил, я бы вот вторую стенку вешал, да, закрылся стеночками и все, добавил скорость бега, чтобы нам пробежаться нормально, ага, шучку сняли, раз, два, три, четыре, пять, с бонусом 3, бью дракона, ай-яй-яй, дракон, держись, блин, на 4, я же не благословил, плюс 3, да, на 4, 6, и вереселин бьет дракона, на 1, 7, равна на драконе уже, так, кажется, Ахти не переживет, ну, как будто бы, да, как будто я сейчас все убью, ну, вот ответ, ответочка, ответочка, роляет, ну, хотя, с другой стороны, два слабых благословения, тоже, да, два благословения, это вообще же, так, ну, хожу, получается, мы ход 7, удар, на 3, и я поджигаю его, он сгорает, флага не сгорел, интересный, летающих нельзя, да, и Белегоз бесполезный, ну, хотя бы по кристаллам ничья, но я тебя бью, да, ты меня бьешь, еще как бьешь, на 3, на 3, ход, так, 10, ставь, ставь, ставь свои стенки, ставь, ставь свои стенки, а, слушай, кстати, ты можешь себе сам себя зажечь, ну, не, я буду в одно и то же место ставить, а, ну, да, логично, я не смогу подумал, что, что, я не могу стоять, отраливаться, я могу, надо подумать, сможешь ли ты меня достаточно быстро убить, у меня 16 хп, наверное, сможет, там, хотя бы, если, я не успею, эти два слабых проведешь, при идеальных роллах, ну, добивай меня, ходи, хожу, я вот землю поджигаю, атаку, ой, ой, так, хорошо, хоть ты не благословет, стал за стол, это бросай кубик, чё, что там хорош, надо делать, я был благословлен, я вот этот, ход, ну, то же самое, ладно, тогда не будет, будем стенки расставлять, просто атакую, да, на такой, 6, ой, от этого не отобьешься, на 2, почему не отбиться, от шестерки можно отбиться, это 6, давай, 4, ну, вот от этого, точно не отобьешься, 2, о, без размена на 1, я подумал, на секундочку, с разменом сходить, вот так, еще одна, давай, еще атака, сбивает, просто избивает, бедного дракона, о, ну, давай с разменом, ты умер, а у меня опять, 5 жизни, почему я умер, медведовки, хсад, блин, чё, чё я наделал, ладно, на тебе, 16, деданы, да, да, так, открылся, атакую, ролл партии, да, нам было копить, конечно, 6, всё, я спокоен, реально, вот, средненький, средненький тебе на 2, да, это победа, просто, просто же, спасибо за игру, но это, это очень интересный, победил дракона, смешно, в конце остался только, змей на змей остался, всё-таки выгодно, что он взлетает, да, да, сейчас заряжало, хотя, знаешь, у меня очень медленная колода, который мало урона, ты столько стенок поставил, да, как-то бестелесные, я думал, они намного сильнее, то есть, ну, это у меня сборка такая, вот у меня такая сборка, просто, или дело не в сборке, может быть, может быть, просто они, против артефактов, типа, не так хороши, я даже не знаю, не, у них просто, знаешь, у всех какой-то маленький урон, 1, 2, 2, 1, 2, 3, ну, да, но за счет билигоса, он становится побольше, и нормально уже, и билигос, прям находка, с билигосом, прям хорошо, ну, кстати, первый ход, он мог добавить, там, ну, пятерку урона, даже, машинь, нормальный дракон, да, да, вполне можно играть, думал, ужас совсем на крыльях ночи, оказалось, типа, можно и поиграть, отец,